Всем привет! Сегодня у нас будет новость о Турции. Давайте сразу отмечу, что новостей не так уж много. Именно тех новостей, которые бы заинтересовали иностранцев, либо туристов, в общем, людей, не проживающих в Турции, касающихся каких-то других стран. Ну, в общем, я подобрала несколько событий, которые вам могут быть интересными. Так что давайте приступим. По поводу изменений наших карантинных корон и всего прочего. Я, как и раньше говорила, здесь люди у нас не выстраиваются в очереди за вакцинированием. Я имею в виду людей не на государственной службе, потому что военных, педагогов и медиков, скажем так, не спрашивая, принудительно добровольно вакцинируют, как и в других странах. И там, типа, это сферы деятельности не очень важны. Я имею в виду трудоспособное среднее население, которое здесь обычно есть, другие какие-то сферы деятельности затрагивают, люди не бегут вакцинироваться. Есть, конечно, процент категории людей, которые вакцинируются, потому что из-за своего страха. Из такого, чтобы все повально бежали и были рады, я здесь такого среди моих знакомых, как минимум, людей вокруг, в окружении, я не наблюдаю. Все заняли позицию ожидающую того, что сейчас все вакцинируются, а я в последнюю очередь, а может быть и не придется. Вот такое здесь настроение. Но я напомню, это в обществе людей, с которыми я общаюсь. То есть, как бы, если какие-то другие круги общения будут, может быть и мнение у людей, конечно, будет другое. Но я могу одно отметить, началось вакцинирование, началось принудительное, скажем так, добровольное, в кавычках, людей. Старше 75, вроде бы, лет около 80. И точный порог я сейчас не вспомню, к сожалению, потому что они приходят на дом по прописке людей, вакцинируют на дому. Вот так вакцинировали бабушку моего мужа, который 90 с лишним лет. Но, честно скажу, мы были в шоке от этого, потому что это, наоборот, категория людей, граждан, которые, бабушку 93 года, мы были против вакцинации. Потому что она настолько пожилой человек, и в ней уже, скажем так, жизни нет. Нет смысла ее подвергать такой опасности, заражать даже в легкой форме этим вирусом. Она даже этого может не перенести. Но в силу уговоров, естественно, если бы на месте дверь открывала я, мой муж или другие дети этой бабушки, то поступили бы по-другому. Она открывала дверь моей свекрови, она такой человек мягкий, добрый, правильный. И, соответственно, ее, скажем так, на это приболтали, хотя мы бы, родственники другие, были категорически против. Это у нас такой, в семье, в нашей был такой момент, довольно-таки, ну, не скажу, неприятный. Но нас это очень сильно возмутило, скажем так. Но так как она, моя свекровь, на это дала добро, скажем так, под свою ответственность, не пошла против. То есть, ну, как бы это ее выбор. Пока что, скажу так, бабушка, ничего вообще не изменилось в ее состоянии. Она не начала легко болеть, например, переносить. В общем, сделали прививку и, по сути, вообще никак ее состояние не изменилось. Далее, по поводу открытия. Ну, с 15 февраля открываются школы в деревнях, то есть, где малая численность населения. Но, честно скажу, ну, типа на пробу, посмотрим, как статистика по заражаемости пойдет. Ну, сразу понятно, статистика будет хорошая, потому что в малых населенных пунктах, деревнях люди не приезжают. Население мало двигается, да, я имею в виду, нет переносчиков заразы приезжих из больших городов, туристов тоже нет. Поэтому будет хорошая статистика, естественно, потому что люди своим кругом общаются, да, новых приезжих там вообще минимум, кто бы эту заразу привез. Но с 1 марта будут открываться Илкокулы, это начальные классы, начальная школа до 10-11 лет во всей Турции, во всей стране. То есть, 15 февраля открывают все деревенские школы, маленькие населенные пункты, а городские по всей стране с 1 марта начальная школа запускается. Если там не будет всплеска заражения, то потом остальные классы, среднюю школу, старшую школу тоже откроют. Ну, конечно, уже пора, я имею в виду, очное обучение, потому что дети были все на домашнем обучении дистанционном. Что можно отметить в этом плане? Давно уже пора это делать, люди вообще устали от этой ситуации, устали сидеть на карантине. Я напомню, что мы с ноября месяца здесь не работают рестораны, это просто такая яма, банкрот, просто потерянный... Потерянный, прогоревший бизнес, это огромная яма, это просто шок, что там происходит, да, в этой сфере. Люди устали уже от того, что у нас каждое воскресенье, субботу мы сидим дома. Настолько устали, что уже государство перестало особо штрафовать. Я не вижу, полицейские проезжают, проверяют выходные по улицам, но у нас именно здесь, я не вижу вообще, чтобы кого-то штрафовали. Уже тоже спустя рукава у нас здесь все это происходит, потому что все задолбались. Мы задолбались проверять себя, да, вот это вот все соблюдать, не выходить куда-то. Полицейские тоже заколебались всех, штрафовать за всеми, ходить и тоже это все, все устали. Ощущение эмоциональное людей сейчас в Стамбуле, мы все устали. У нас как выходной, суббота, воскресенье все, о, блин, опять сидеть дома, потому что это день сурка нескончаемый, одно и то же. То есть все уже переубрано, игры переиграны, переделано, все что можно, люди устают друг от друга. Выходит играть в бахче, а ходить же в магазин в эти дни можно за продуктами, поэтому у нас тут все чередой идут всеми семьями за продуктами. Всем все срочно с 10 до 5 вечера нужно купить. Кто-то с детьми гуляет, и это уже никто на это, скажем так, не препятствует, штрафы не выписывают. Не толпой, конечно, каждый своей кучкой, своей семьей все равно ходит, гуляет, ну потому что надоело уже, уже терпение у людей, скажем так, заканчивается. Многие уже правила не соблюдаются. Раньше это все было вначале построже, а сейчас уже нет. Но у нас и статистика очень сильно по заражениям новым падает, поэтому люди более расслабленно себя чувствуют. Конечно, мы все везде вокруг носим маски, как и уже целый год фактически, да, что у нас здесь происходит. Так что маски с нами, я думаю, останутся на весь 21 год вообще до конца. Жизнь такая у нас здесь, что все уже устали, все ждут открытия нормальной социальной жизни, открытия ресторанов, столько людей безработных. Это просто страшно вообще представить вот эту яму экономическую в сфере общепита именно в Турции. Потому что в России и в многих странах, в Европе тоже не работают рестораны, но в России это немножко не так у вас чувствуется. У вас что-то где-то отдельно прикрывается, какие-то ограничения до 11 вечера были, а у нас тут вообще полностью все закрыто. Это, конечно, жесть. Вообще, мне спрашивали, что вообще говорят, знают ли о протестах российских в Турции. Здесь, естественно, об этом говорят, показывают в новостях, но это чисто по факту сухо цифру, сюжет один. Если прошел протест, один сюжет в новостях будет. Это ни на какие дебаты, обсуждения, никуда не выходит в интернете особо. Людям не дают повод брать пример, задумываться. Если можно сказать, журналистской этики какой-то, просто это освещают, не показывая особо, не придавая глазки именно в обсуждении публичный, человеческий. Но общая информация, конечно, есть. Люди, конечно же, смотрят. Свои выводы в головах у людей думающих откладывается это. Так что здесь про это знают, но стараются СМИ вообще на этом внимания не акцентировать. Я объяснила уже почему. Могу сказать, что здесь и своих протестов хватает в Стамбуле. На этой неделе, в понедельник, буквально несколько дней назад произошло, скажем так, ЧП. Есть очень крутой, один из лучших университетов в Стамбуле Буазаджи. И в нем сменили ректорат главного ректора этого партия. А когда до этого был демократический, это все равно же политический контекст имеет, да, отношение людей к партии. Это вот оно в студентах показано, по сути, это все политика. В общем, в один момент, в один день назначили другого ректора университета. И назначил его, назовем так, это друг, кореш, соратник правящей партии сейчас в стране. Студенты в соцсетях, естественно. Здесь, кстати, очень активно тоже скачиваются люди, пользуются телеграммом, чатами всеми этими. И в соцсетях не называют каких, ну я лично, мое предположение, думаю, что это телеграмма, а не ватсап. Вы знаете, турцы тоже любят глушить интернет, инстаграм, фейсбук. И ватсап зависают, если что-то политическое такое, серьезные теракты и что-то такое происходит. Поэтому многие качают сейчас телегу. И в общем, в соцсетях студенты объединились, вышли на протесты. В понедельник были задержаны 94 человека протестующих. На них заведены дела по нарушению общественного порядка. И вот это сейчас дебаты идут по телевизору. Вот это сейчас обсуждают последние несколько дней. Буквально вчера опять об этом говорили. Несколько человек, там вроде 11, вчера отпустили. И в итоге что-то 26 уже. Другие в участке еще находятся из этих 94. В общем, это активно обсуждается. И плюс еще сходка планировалась вчера. Тоже в разных местах Стамбула, в Вешикташи протестующие собирались. На самом деле, вы понимаете прекрасно, что через... Я кажется, не то что вы, это все здесь понимают, что через такой посыл студенты за своего ректора, на самом деле здесь просматривается политический момент. Это отношение к партии, борьба оппозиции и партии ведущей власти. Естественно, кто-то за студенты, будет кто-то против. Тут такая активная политическая дискуссия сейчас ведется на вот этом фоне. Что могу отметить? Что сейчас еще такая тема тоже вам будет, возможно, интересная и политическая. Идут разговоры, обсуждения тоже на телевидении о том, что Турция хочет переписывать Конституцию, точнее обновлять ее. Конституция устаревшая. Ее, в принципе, она никогда особо коррективам большим не поддавалась. И поэтому люди здесь не против этого вносить в поправки в Конституцию, потому что многие правила уже устаревшие, и она в некоторых аспектах не соответствует мировой практике и мировым законам сообщества нашего. Поэтому Конституцию в ближайшее время здесь планируют... Это началось, короче, обсуждение, да, ее планируют корректировать. Я бы так это назвала, а не прям переписывать какие-то моменты, пункты, и изменить, потому что они просто сами по себе устарели. Отношение людей здесь к этому, и демократов, оппозиции, и партии политические, понимающие, в принципе, все с этим согласны. Есть, конечно, у людей опасения, чтобы что-то не переписали ни того, и поэтому это будет контролироваться. Но, в принципе, и те, и те, никто не против того, чтобы внести какие-то изменения и обновить самую, по сути, главную законную, книгу самую главную, да, закону в стране. Вот такие новости здесь в Турции. Одно могу сказать, что у нас приближается весна, мы ее уже ждем. Остался, по сути, один зимний месяц. Погода довольно-таки неплохая. И у нас был снег в Стамбуле, очень приятно. Мы прям кайфовали, радовались. И прям такой снег, как мы любим, никогда перекрываются дороги, коллапс в Стамбуле. А их, знаете, такой мороз прям у нас был. Знаете, по ощущениям, это минус 10 в Сибири, потому что здесь влажность высокая. Но на градусники это минус 5 на местном, минус 4. Ну, хороший такой морозец, прохладно. Погуляли, потусовались, полепили снеговиков. Все, в общем, было классно. Классно люди проводили время. Мы, знаете, и снега нам хватило, почувствовали это. Коллапсу на дороге не случилось. И при этом сейчас довольно-таки теплая погода. Даже уже весенняя вот эта неделя, там по 13 градусов плюсов на солнышке. Это очень классно. Довольно-таки мягкая зима у нас в этом году. При этом снежок был. Но мы будем ждать еще, может быть, еще снегопад с Стамбулем. Потому что буквально два года назад у нас был снегопад. На 23 февраля у нас просто все замело здесь. Несколько дней стоял снег. Так что посмотрим, что будет дальше. Погода очень переменчивая. Кто собирался у меня спрашивал лететь, когда в Стамбул как туристами, походить что-то посмотреть. Я вам советую лететь. Это апрель-май месяц, конечно. В апреле уже можно будет. Не в марте. В апреле, в начале. В конце марта, в начале апреля можно сюда ехать. Будет и теплее. И вопрос с вакцинированием короны будет другой. Это будет, скажем так, вам более ориентироваться на это время. Не на март. Нет. В марте бывает у нас еще здесь холодно. И погода непредсказуемо очень быстро меняется. Так что мы всех вас ждем в гости, когда начнется туристический сезон. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Если видео вам было полезным, понравилось, то ставьте лайки под этим видео. Скоро увидимся. Всем пока.